Привет, я Джанастин Грей и это Red Wave представляет. Группа Talking Heads была одной из самых интересных групп 80-х годов. После ухода из Talking Heads Дэвид Бирн успешно начал свою сольную карьеру. Мы встретились с Дэвидом Бирном в одном из московских клубов. Я знаю, что вы работали посудомойщиком. Мне интересно, находили ли вы в этом элемент высокого искусства. Ну, в общем-то, моим партнером по этому высокому искусству был русский парень. И он рисовал поддельные иконы. Правда, не настолько поддельные, чтобы их можно было продавать на черном рынке. Просто такие картинки в стиле русских икон. А как вы пришли к заключению, что ничто может быть искусством, и искусство может быть ничем? Это не новая идея. Она появилась то ли в 60-х, то ли в 50-х годах. Мы просто ее развили, углубили. Я медленно преодолеваю расизм, выращенный во мне обществом. Это были ваши слова. Можете ли вы немного об этом рассказать? Я думаю, что было бы ошибкой полагать, что мы не расисты. Единственный путь преодоления расизма внутри нас, самих, это признание в нем. И я думаю, что это очень долгий и медленный процесс. Я думаю, что в первую и лучшую часть нашей жизни расизм проникает в нас. Я могу продолжать мысль? Да. А во вторую часть нашей жизни пытается выбраться. И это чувство уходит так же медленно, как и проникло в нас. Это очень медленный процесс. Выходит, что вы при помощи своей музыки пытаетесь помочь обществу выкинуть расизм из их второй половины жизни и из их системы. Я не догматик и не риторик. Я пытаюсь показать пример, работая с разными людьми из разных культур. Может быть, работа с разными людьми – это наивная идея, что если ты любишь их музыку, ты не сможешь их ненавидеть. Но, по-моему, очень трудно ненавидеть людей, если ты любишь их культуру. Если ты любишь их музыку, то, что если ты любишь их музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 из-за своей эгоистичности. Ты создаешь свою собственную вселенную, свою собственную реальность. Об этом все мечтают, а когда вы делаете фильм, это именно то, что вам надо сделать. Ну хорошо, а что же ваша музыка к фильмам? Я знаю, что вы участвовали во многих проектах, из которых музыка «Последнему императору» самая значительная, за нее вы получили награду Академии киноискусства. Музыка была потрясающей, как и сам акт награждения. Получение этой награды не было как бы реальностью. У меня было ощущение, что я участник какого-то огромного шоу. Но создавать музыку было действительно интересно. Бернардо Бертолуччи обладает очень тонким музыкальным чутьем. Он не воспринимает музыкантов как машины для исполнения всех его творческих замыслов и порывов. Он требует от музыканта создания настроения. Он ищет музыку, которая будет создавать настроение и атмосферу. Я многому научился. И это было здорово. Ваш концертный фильм «Стоп Макин Сайенс» режиссера Джонатана Дамма был назван лучшим документальным. Мне интересно, насколько ваши движения на сцене были спланированными и отрепетированными. Это шоу было полностью поставлено. От каждого шага до каждого жеста. Все было сделано с большим чувством, но абсолютно не спонтанно. И если вы думаете, что что-то может быть сделано с большим чувством, но не отрепетировано, то значит, так оно и было. И в этом-то и заключается весь парадокс, потому что люди видят все это и думают, что все это делается спонтанно, так что можно сказать, что вы все это делаете правильно. Да, значит, это срабатывает, потому что это развивает не ум, а концептуальные вещи. Развивает органический процесс, типа, смотри-ка, вот этот способ срабатывает. Я могу делать это снова. И если ты можешь это повторить, и это будет по-прежнему работать, и по-прежнему будет казаться идущим от сердца. На следующей неделе вы сможете посмотреть вторую часть передачи. Вот и все.